Не секрет, что даже в городе-миллионнике Воронеже смертность превышает рождаемость. По прогнозам чиновников, в следующем году население будет расти в основном за счет мигрантов. В 2019 году миграционный прирост планируется в размере 9,3 тысяч человек и обеспечение естественного роста численности населения. Численность работников вырастет на 500 человек, до 445 тысяч, опять же за счет приезжих. Кроме того, в 2019 от городского округа Воронеж бюджеты всех уровней поступят свыше 77 миллиардов рублей налоговых и неналоговых платежей. Рост свыше 8%. Наибольший удельный вес в структуре налогов у нас по-прежнему занимает НДФЛ, налог на доходы физлиц, более 67%, земельный – около 15%, единый налог на вмененный доход – 10,5%, налог на имущество физлиц – 3,6%. И о приятном власти города обещают сохранить налоговые нагрузки для граждан и организации. Так, повышение налоговых ставок по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в 2019 году не планируется. Будут сохранены и действующие налоговые льготы. В свою очередь, мэр Вадим Кстенин озвучил амбициозные планы губернатора Александра Гусева – увеличить вклад Воронежской области в воловой внутренний продукт нашей страны. Глава города озадачил этим своих подчиненных. Всем заместителям главы городского округа в течение двух недель провести глубокий анализ факторов и сформулировать свои предложения по достижению заявленных параметров роста ВРП. Достаточно амбициозные задачи и сложные. Другая тема, которую обсудили участники совещания, касалась строительства социальных объектов на территории города. Так, в этом году в микрорайоне Шилова открылась долгожданная школа на 1224 места. Сегодня ведутся строительно-монтажные работы и в другом учебном заведении на улице Ильюшина, в микрорайоне Озерки. На этот год, как я уже сказал, мы ввели школу в эксплуатацию, дети пошли, начали учебу, начали строительство еще трех школ, продолжаем с прошлого года еще одну, две пристройки к существующим школам в микрорайонах, где они очень востребованы, и шесть детских садов по программе строительства ясельных групп. Все эти объекты мы вводим в следующем году. Это очень большой объем подобного, но давно не было в Воронеже, по строительству социалки. Только в этом году на эти цели предусмотрено более двух миллиардов рублей. По словам главы города, этот объем инвестиций подразумевает благоустройство прилегающей территории, а также создание безопасной дорожной инфраструктуры. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал.